Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины художников и их описание по книге Великий музей мира. Франц Халс. Веселый пьяница. Около 1630 года. Холст масла 81 на 66. Халс Первым стал рисовать портреты персонажей, находящихся в состоянии подпития и не только не стыдящихся этого, но и приглашающих разделить их веселье. Таков и этот пьяница, разрумянившийся от обильного возрияния, со соловелым, но счастливым взглядом, протягивающий зрителю бокал с вином и что-то рассказывающий, неуверенно жестикулируя свободной рукой. Одет мужчина-щеголевата, в костюм с тонкими кружевами, украшенный медальоном, шляпа заломлена на бок. От его облика пышет жаром и кажется, будто искры висели рассыпаются вокруг. Энергичному и полнокровному человеку соответствует живописная манера мастера. Он лепит форму чувственным, видимым мазком, будь то лицо кутилы или кружевной воротник. Вблизи эта деталь костюма представляет собой вихри красочных пятен, но стоит отойти подальше и из беспорядка рождается форма, настолько точно положенные мазки. Художник умело передает любую фактуру, процарапывает слой краски, чтобы изобразить тончайшие волоски усов. Несколькими линиями создает очертания бокала, точными ударами кисти наносит светлые блики. В портретах Халса отразилась жизненная сила голландцев того времени, их умение и работать в полную силу, и хорошо отдыхать, но главное их реалистический взгляд на мир. Ну, такое описание к работе Франца Халса «Веселый пьяница» около 1630 года. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok